Девочки, сегодня я расскажу вам про шампунь от белорусского производителя Белита, профессиональная серия, линия, шампунь для профессионалов, для всех типов волос, без парфюмерной композиции. Взяла я его, он литровый, лучше бы, если бы он был пол-литровый или даже и меньше, потому что шампунь у меня огромнейший выбор, ассортимент дома как профессиональных серий, и средних, и таких дешевых, но что я могу сказать, взяла я его просто так попробовать, у них в принципе профессиональные линейки неплохие, вообще шампуни белорусские неплохие, не то что неплохие, хорошие есть очень хорошие шампуни, классные очень маски, классные бальзамы, но этот шампунь, вот честно, шампуни подразделяются, они увлажняют, они придают объем, они также делают наши волосы гладкими, послушными, они укрепляют наши волосы, есть шампуни, которые также лечат, есть очищающие шампуни, есть огромный-огромный ассортимент, конечно же шампунь в первую очередь, он очищает, первый раз нужно носить шампунь на волосы, смывать, и второй, так первый раз вы смываете грязь и пыль, которая находится на ваших волосах, но шампунь, честно говоря, я купила для всех типа волос, но он абсолютно, он прекрасно промывает, волосы блестят, но и больше абсолютно ничего, композиция мягких активных моющих веществ очищает волосы, сохраняя их природный защитный слой, все, больше шампунь, как бы на этом его действие закончено, то есть он обыкновенный шампунь, можно так сказать даже очищающий шампунь, потому что у них еще есть из такой же серии, очищающий шампунь, мне понравился шампунь, серия была от Estelle, это питерский производитель России, очень понравился, в принципе шампунь, он этот профессионалайн белорусский, он сам по себе хорош, но ничего он больше не делает, хорошо очищает, промывает ваши волосы, не сушит кожу головы, волосы не пересушенные, ну в принципе сильного восторга, я не могу сказать, что у меня там какой-то сильный восторг, но шампунь, не могу сказать, что он беплохой, он хороший сам по себе, если вы будете еще использовать и маски, и бальзамы, то я думаю действие только усилится, но единственное, я вот взяла литровый, не знаю, что теперь с ним делать, потому что я каждый продукт я использую до конца, то есть я никогда не выкидываю, то есть я человек нежадный, но я если покупаю продукт, значит, ну вот я его взяла, не знаю, я возможно буду использовать с такой же белорусской маской, бальзам у меня недавно был, я вам показывала белорусский, буду использовать с ним, также я взяла последний раз сыворотку, но шампунь по себе неплохой, но лучше бы я взяла, если был бы как бы объемом меньше, потому что литровый, это обычно я беру литровые шампуни профессиональные в специальных магазинах, это более дорогие марки, но этот шампунь, не знаю, как я буду его использовать долго, потому что я очень еще люблю марку Нувель, мне очень нравится, мне нравится Цека, я вам рассказывала, мне очень нравится Шварцклоп, я обожаю, Лореалевские хорошие шампуни профессиональные, Диксон хорошие тоже марки, Баракс и так далее, то есть на любителя, огромнейший сейчас ассортимент марок Эстель потрясающий, тоже у них маски, шампуни есть, в общем, Брелил, Экослайн, если я правильно читаю, ну, Энджу, который мне нравится, в общем, огромнейший ассортимент продукции, также хорошие шампуни Райба, забыла вам рассказать тоже, как-то я ему пользовалась, понравились, но в принципе этот литровый, я не знаю, что я с ним буду делать, пользуюсь я, конечно же, шампунь не одна, у меня огромнейшая семья, но как-то у меня остальные члены семьи вообще не прикасаются к этому шампуню, придется мне использовать его, но он очищает хорошо, промывает хорошо, не сушит, и это самое главное, думаю, так сойдет в принципе. Пахнет он нейтрально, он прозрачный, также он вот с таким дозатором, что мне очень нравится в шампунях. В общем, всем приятного просмотра, у кого есть такая продукция, напишите мне, пользуетесь ли вы ей, как вам шампуни, вообще шампуни от Белиты, бальзамы, маски. Всем приятного просмотра, всем пока, всех целую, всех и все.